ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АТОМНЫЙ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АТОМНЫЙ Электростанции строятся, чтоб был хороший свет. Работали станки, работали стройки, машины работали, чтоб горели светильники на улицах. Не было ни детского садика Ивушка, ни этой девочки. И город, где она теперь живет, был нарисован на клочке кальки. А 20 февраля 70-го года опустился с неба вертолет, вышли люди и забили первый колышек. И не было ни журналистов, ни кинохроники, хотя в тот февральский день энергетика республики выходила на качественно новый рубеж. Все мы помним годы, когда строился Днепрогресс. По счастливой случайности мы с ним одного года рождения. То все он начали строить, я родился или наоборот. Начальник строительства, инженер Василий Трофимович Кизимов. Предыдущая стройка Бурштинской ГРЭС 2 миллиона 400 тысяч киловатт. И мы сейчас уже поколение, очевидно третье даже, после тех, кто строил Днепрогресс, восхищаемся их трудом, и мы его оценим как грандиозный труд. Но сегодняшние наши станции, и тем более атомные, безусловно, не идут ни в какое сравнение со строительством Днепрогресса. Атомная энергетика и строительство атомных электростанций это не только шаг в индустрии, в энергетике, а и большой шаг в социологическом развитии. Ведь рядом с атомной электростанцией растет современный город. Нашему поселку Припять, собственно говоря, два года. В октябре, вернее, 71-го года введен в эксплуатацию первый дом. У нас не было бараков, и улицы нашего города сегодня, это вполне... Год, где сегодня 9 тысяч жителей, плейтировался группа института имени Академика Жука прямо здесь, на месте. Как говорят, нарисуешь дом, сам построишь, сам живи. Геннадий Иванович Иванович Олешко, главный архитектор проекта. И вдруг я представил себе так, что вот, въезжаем мы на путепровод, то есть поднимаемся на какую-то высоту, и вдруг перед вами раскрывается сразу весь город. Это была, собственно, основная идея, которая, кстати, в ту ночь, в дне, не ополеетовала. Это он 6 лет назад, за одну ночь, в номере киевской гостиницы, нанесовал на клочке кальки эскиз будущего атома Града. ...на главную магистраль города, то есть то, что мы сейчас уже выполняем в натуре. Атомная, самая мощная в Союзе, а в перспективе и в мире. Ждали сенсаций, масштабов, а здесь ничего особенного. Строили промпазу, дороги, тянули связь, вода, тепло. Те, кто приезжали, удивлялись. Коммунхоз, а не атомные. Но в этом была тоже новая ступень строительной стратегии. Есть сдвиги, большие сдвиги. Допустим, если в свое время я начинал строить, жили мы в бараках каких-то. Помню, нас привезли из Казахстана по Камсомольской путелке, приехали, нас поселили 49 человек в одну комнату, если это можно назвать комнатой. И сейчас мы все-таки, даже если нет капитальных квартир, это люди живут в общежитиях, благоустроенных, с теплом, с газом. Бригадир Владимир Роман, 32 года, орден Трудового Красного Знамени. Ну и, разумеется, рабочий стал у нас, по-моему, мыслить совершенно по-другому. На моих глазах, где я, собственно, еще не считаю себя особенно старым, мышление именно рабочих меняется чувствительно. Раньше молодежь приходила на стройку, они вообще ничего не умели. Это сейчас приходит человек с 10 классами образования. Если он что-то не умеет, то он постигает это во много раз быстрее, чем было раньше. Атом – это камень. Как он выглядит? Он коричневого света темный. Оно бесцветное. И что такое? Прозрачное. И как он выглядит? А он невидимый. Атом добывают в земле. Раньше русские разведчики партизаны подрывали на атоме поезда. Да, сенсации не было. Была просто строительная площадка 560 метров на 80, залитая полутораметровым бетоном. Лишь объекты назывались необычно. Блок А – шахты реактора. Блок Б. Блок В – противорадиационная спецводоочистка. Мы с вами ввели разговор с самого первого дня. Если посчитать, что сегодняшний провод находится на площадке уже второй месяц, если не третий, и он давно мог быть смонтирован. Ячейки 159 уже лежат, наверное, месяца три на площадке. И их можно было смонтировать. Кабель уложен. Просто идет резина. Запишите под личную ответственность товарища Выпираева. Эти мастерские в этом месяце должны быть сделаны. Чеслов Симонайц – Беларусь. Владимир Роман – украинец. Двое из пяти тысяч строителей – товарищи и постоянные соперники по соцсоревнованию. Полблока бригада Романа, полблока бригада Симонайца. На атомной шутер границы между Украиной и Белоруссией проходят по 38-й оси. А настоящие границы всего в пяти километрах. И протянутся электропередачи их атомной и в Республику Владимира, и в Республику Чеслова. Депутат поселкового совета Олежка, архитектор, председатель комиссии по благоустройству. Депутат Роман, рабочий его заместитель. На сессии обсуждается перспектива развития города. А пока местная советская власть размещается в обычной тверхкомнатной квартире. Очень приятно, когда смотришь, когда отпустили детский сад. И вот тут ребятишки, значит, и неприятно, весело, они довольны своей жизнью. Школу, когда пускали, тоже был, это очень волнующий был момент. И представьте себе, что этот праздник, пуск школы, он ведется в праздник всего поселка. А вы что при этом не спрашиваете? Ну, к кому вот здесь вот ходил? Тут трудно передать, словами то, что я испытывал. Ну, а сейчас видишь, как вот город на своих глазах растет. Дед Максим Абражей из села Семиходы. Так и сделаю советскую власть, чтобы не было вреда, чтобы вреда не было. Вот так и так, что не бояться всего не будем. Мне сейчас 74 года, я с 1899 года. 74 года, но такое жидкое я не видел. Листеры здесь сели лен, как и везде на Полессе, растили на песках картошку. А индустрия по всей Чернобыльщине было, заводик, что ремонтировал личные буксирчики, да литейное производство, сковородки, да конфорки для печей. В ней используются реакторы типа РБМК, то есть реактор большой мощности кипящий. Мощность каждого реактора миллион киловатт. Как он устроен? Внутри каждого реактора имеется графитовая окладка. Графитовая окладка состоит из-за... Здесь будет речной вокзал Атомограда. И эти двое уже видят, как уходят на Киев речные ракеты, и чайки отражаются в стеклянных стенах. Чудо! Но помните, всего три года назад опустился с неба вертолет. Вышел министр энергетики, забил первый пол, выпили парюмки коньяка за здоровье атомное, и вертолет улетел. А они остались. Остались, чтобы вершить обычное рабочее чудо наших дней. От первого полыша.